Добрый день, уважаемые коллеги! Рад вас приветствовать на опытном поле Караганинского сходства имени Кристенко. Сегодня, 10 сентября, мы проводим уборку картофеля. Напомню вкратце, какие операции проводились на нашем демо-участке. 12 мая у нас осуществлялась протравка семенного материала инсектофунгицинным протравителем Идикум дозировки 4,5 литра на тонну. 14 июня у нас была проведена гербицидная обработка препаратом Лазурит Ультра действующее вещество Митробузин в дозировке 0,9 литров на гектар. 29 июня мы проводили вторую гербицидную обработку, дробно давали Лазурит Ультра действующее вещество Митробузин с нормой расхода 0,35 литра на гектар. В баковую смесь также добавляли АДЮАНТ для улучшения сдерживания капель рабочего раствора гербицида на поверхности листьев. Для профилактики против болезни в баковую смесь добавляли фунгицид Митоксил с нормой расхода 2,5 кг на гектар, который оказывает двойное воздействие, контактное и системное, защищает культуру от заражения патогенов снаружи и внутри и имеет длительный профилактический и лечащийся эффект. А также в профилактических целях был добавлен трехкомпонентный инстектицид Борейнео с нормой расхода 0,15 литра на гектар против комплекса вредителей картофеля, таких как колорадский жук. К первому этапу уборки картофеля мы приступили 24 августа, где на этом участке был внесен препарат Суховей, действующее вещество Декват с нормой расхода 2,5 литра на гектар. Препарат Суховей обеспечивает сушку ботвы для быстрой уборки картофеля. Ну и сегодня, 10 сентября, как я и говорил ранее, мы проводим уборку картофеля. Урожайность на нашем демоучастке составляет 35 тонн с одного гектара. В хозяйстве сейчас проводится калибровка картофеля, откладывают от общей массы картофеля часть на реализацию, а другую на семенной материал и к следующему сезону. Дорогие друзья, наш сезон подошел к концу и мы собрали хороший урожай, а самое главное, здоровый урожай картофеля. До новых встреч в следующем сезоне. Август с нами расти легче.